Зачем мы затеяли это семена? Ну, во-первых, вы прекрасно понимаете, что дальнейшее движение без образования и без развития невозможность. И сегодня вы видите, как быстро и активно мы развиваемся, какие новые технологии внедряются, как все моментально меняется. Я считаю, что без технических средств ни одно тренировочное занятие нельзя проводить по идее. Мы, конечно, проводим все так же, пользуясь кем, как пользовался я в то время. Но это нельзя. Сегодня надо переходить на новые технологии, новые отношения. Дальше. Если раньше была задача, можно было, как говорится, фанат-тренер или фанат-ученик, уже можно было достичь олимпийской летации. Можно было. Это я вам говорю, как достигались. Достаточно было одного фаната. Потом наступило время, я говорю о ранечном времени. Потом наступило время, нужен был фанат-тренер, фанат-ученик. Потом наступило время, что нужен фанат-тренер, фанат-ученик и плюс материальная база. А сейчас наступило время, что нужен фанат-тренер, фанат-ученик, материальная база, элементарь своей деятельности. Плюс помощь медикам, помощь психологам, помощь вообще всей обслужившей инфраструктуры. Наступают такие моменты, когда все компоненты нужны. То есть растут техники, растут методики, подготовки и так далее. И вот сегодня на нашем семинаре мы хотим предложить одну из методик вам, работой в психологической службе, что-то было. Ну я думаю, лектор расскажет, я не буду влазить его задачи. Мы пригласили лектора, которые ведут это направление. Это Балыкин Александр Иванович. Балыкин Александр Иванович. Это у него техника ноу-хау, как говорится. Вон, вам рассказали потом подробно о приборе, который мы говорим. Спортсмен, как вы рисовали? Как машину? Давайте сейчас нарисуем. Спортсменный коллектив. Нет, нет. Это отслуживающие. Сначала человек. Да, сначала. А как вы нарисовали? Руки-моки. Хорошо. Риситематично. Тело, короче, у нас. Это наш официальный боксер, да? Поэтому вот у него будут ручки такие, стойкость стоит. Психика. Взаимосвязь между этим и мышцами. Вот сейчас нарисуем, да. Но нам нужно психику нарисовать. Если мы ее не нарисуем, то мы тогда не понимаем, ты не сможешь взаимосвязивать. Ну давайте мозг рисуем. Мозг – это не психика. Психология, мозг – это психика или это? Это умность, которая отвечает за все зоны. Я согласен. А память не лежит в психике? Конечно. А мы память можем нарисовать сам? Мощная память. Нет, это и мыщная память. Митрическая память. И новая память, например. Так, а я вам сейчас могу показать, что память мы можем нарисовать. Мозг. Память состоит из чего? Катинка. Из памяти. Из образа. Из образа. Да. Итак, а образы где? В мозге. В мозге. В мозге. А теперь своей правой рукой указательным пальчиком вытруйте до вершины, воображаемый. Посмотрите, где держит этот образ? Этот образ. Следовательно, образ находился сейчас не в мозгу, а снаружи. Получается, что мы можем с вами нарисовать внешний такой вот… В чем разница личности? Личности от чего? От другой личности. От ее свойствий. От индивидуальности. Как они приступают? Набор индивидуальных признаков является личностью. Так, признаков каких? Признаков чего? Признаков осознания. Да, вот если у меня, смотрите, рука вот такая, а у вас вот такая, это уже признак личности, либо нет? Нет, не галитарит. Так, а личности, например? А личности, это еще мысли, образы. Мысли, смотрите, хорошее слово. А у кого мысли? У личности. Тогда мы с вами так и обозначим. Напишем букву «я», напишется личность, и у личности есть мысли. Теперь давайте объедним это, чтобы появилась система. Если наш спортсмен с вами смотрит на мяч, а кто смотрит? Личность. Личность смотрит. Тогда мы берем вот такую красненькую через глазки и направляем сюда. Личность смотрит. А если мы посмотрим через призму физики, солнечный свет попадает на мяч, частично поглощает, частично отражаются фотоны, и эти фотоны попадают на сетчатку глаза. Глаз преобразует в электрический импульс. Электрический импульс идет по нервному каналу, попадает в затылочную часть, где нейроны соединяются. И у нас получается нейронная связь. Это начинаем сформировать эту систему, да? Когда у нас нейронная связь появилась, то в памяти это выглядит как образ мяча. А личность дает этому оценку. Ну, давайте, допустим, мяч, название, хороший мяч. Итак, у нас появилась с вами уже некая цепочка взаимосвязи, система. Есть объект, есть его восприятие личностью, есть восприятие системы этого объекта, формирование в мозге нейронных связей, в памяти появляется образ и оценка личности. Теперь обратный ход. Если мы попробуем так, личность, скажем, вспомни, как ты, там, соревнование какое-то. Он, уже мы говорим вспомни соревнование, мы ему даем, да, носительное, словесное. Он достает образ из памяти. Этот образ что включает? Нейронные связи. Нейронные связи. А если у нас у спортсмена, вся деятельность будет записана в памяти в отрицательной. О, Боже. То есть, пришел, папа челюсть ударили, пришел, там, по животу ударили, огнешок ударил, да, он попался. Тут шапал, раз, так, ударился. Тогда, пусть идет шапка. А тогда, где деятельность будет записана в том, где он? Спортивно. Бегативно. 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 В общем, у нас много таких спортсмена. Начинающих, ладно. Начинающих. А вот это и другое дело. Мы тогда диагностируем сборные команды. Мы заметили одну очень интересную вещь. Что при диагностике чемпион мира и выше, у них образы деятельности в позитиве. А вот чем хуже спортсмена, тем у него образы деятельности в негативе. Потому что боль получает раз. А в чем боль получает? Техника слабенькая, либо боли недостаточно. Все, и начинаются записи. Покажем вам метод, при помощи которого можно диагностировать, какие нейронные связи, неродержители, эти образы, и как-то связку. Вот эту связку все можно диагностировать. И мгновенно. То есть, даже он ничего не говорит. Просто говорите и смотрите на показания, и все понятно. Пускай намолочить. Мудрые руки можно связать, вот заклеить. То есть, насколько посильнее, насколько уходит жизненно. Все можно упорять. И волю в том числе. Интересно. Итак, первое. Воля. Второе. Это нейронные связи. А они у нас есть. Можно отренировать, да? Да, да, да. Образ. У нас видите, кто здесь сидит? Те. Потому что есть же устойчивые нейронные связи. Да, а есть неустойчивые такие. А кто здесь? Нам нужно формировать устойчивые. Устойчивые нейронные связи. И третье. Нам нужно внимание. А теперь нам нужно с вами понять, что если мы что-то не знаем, то вы на это воздействовать не можем. Пример очень простой. Дотроньтесь сейчас до мастихина. А кто знает, что такое мастихин? Никто не знает. Следует на что вы не можете к нему добраться. Вот вам и простой вывод. Если мы что-то не знаем, мы не можем на это воздействовать целенаправленно. А если мы не можем воздействовать, то мы не можем получить планированный либо желаемый результат. Поэтому нам нужно знать, что это такое, где это находится, как это работает. И тогда мы можем подобрать метод, а также средства контроля. Насколько реально это изменяется. А иначе как проверить? Надо гранусить, чтобы был потом проверен. Теперь. Вот относительно, подведем такой итог, относительно понятия спортсменов. Если мы с вами будем четко представлять систему, даже не структуру, да, систему, то есть взаимосвязи всех элементов, так, что на что действует, тогда мы можем с вами управлять этим процессом. Если мы с вами не представляем систему, и у нас разрознена структура, мы тогда не можем воздействовать целенаправленно. Если мы с вами... Это же опять вот система. То есть мы простроили. Метод контроля как раз-таки наличия либо в плюсе, либо в минусе. А как установка у него, она... Я хочу выиграть чемпионат мира. Она соответствует, по образу соответствует нейронной связи? Либо нет. И тогда мы берем... Все то, что я рассказываю, этим обладает ваш специалист Татьяна. Она у нас проходила обучение, поэтому мы сюда приехали для того, чтобы, ну, своим статусом, да, вот, если она будет, то вроде как, да? А вот если я и Мастырь приеду, то вроде как-то управляю. Нет, правильно, ты их виталий. Я правильно пишусь на... То есть мы берем с вами прибор. Тут еще, Александр Ильич, извините, я хочу дополнить у вас, что не только из Москвы, но и человек, который работает со сборной команды России. А мы уже догадались. И с фиксованием, и с боксом, и со всеми... И кнопочки вовремя подкладывает куда-то. Доверие, если вы знаете, то он не знал. Он четко передал это. И спасибо за это. Вы, знаете, за кнопочку подложили. Вы на кнопочку подложили. Извините, Александр Иванович, извините. Федерация Кокея проходит, значит, заседание там по... Нас пригласили. Вот, я им так же... А их там вот полный зал. Какой-то... Я им говорю, про кнопочки, я начинаю рассказывать. Они, вот, федерация какие-то... Мы, они говорят, что вы тут начинаете нам садизма, что вы там занимаетесь. Я говорю им, ребята, я говорю, вы просто вот не понимаете, вы, вы, понятие о психологической безопасности, информационной безопасности, вообще отсутствует. Почему? Объясняю. Я говорю, представляете, ваш... Придет психолог, да? Хороший психолог придет, сядет, посмотрит на вашу игру. Вычленит самого каких-то таких игроков. Дальше определит, какие стимулы внешние приводят к неадекватной реакции, либо к успеху, неуспеху. Допустим, я говорю, что... Ага, крикнет там ребенок, он наглянется. Я записал. Начинается игра, я возьму несколько детей, посажу по четырем пунктам. Вот. И в нужный момент, чтобы он кричать начал. И вот они, а-а-а, а-а-а, начнут орать. И с игроком что случится? Выключился. Вы ему выбили из состояния. Видели, куда все это все. Один тренер подскочил, и драться конечку, я не говорю. Ой, вы детей, урод, вы! Я такой... Вы ему ответили? Ну, стоять, держать, нет, куда там ответишь? Я уже... Вот, с клюшкой скачают вместе, да? А вот, они же люди такие... Ну, у них же, ну, у, сила есть, ну, да, таран с вами. А тренер стал. Ну, там, да, встали ребята, там уже остановились. Поэтому реакция в сборных, она очень неоднозначна. И потом, сложность еще в том, что вот он растит его, да, довел до сборных, вот пылинки сбывает с него. А тут говорят, а ты ему кнопочки подложи. Он такой говорит, ну, ничего себе. Да нет, ну, нафиг, никаких кнопочек, никаких наобидений, ничего не буду. Потому что, ну, идет вот так себе, вот так, вот что-то... А тут сейчас что-то введешь новое. Поэтому, нет, ничего нового не будет. Зачем? Видите, да, вот, сложности свои. Итак, подходим к прибору. Как я уже вам показывал, мозг среагирует на стимул. Мы даем руку электрот. Сейчас я... Вот у нас прибор для работы диагностики одного человека. Здесь, что нужно, на что обратить внимание, что когда человек о чем-то болезненном будет вспоминать, либо думать, либо стимул болезненный появится, то у него будет реакция в красную зону. Итак, ты сейчас делаешь в зону? Ну, давай, давайте попробуем. Видели, да? Девочки. Прошла, прошла красная зону. Вот, конечно. Вот это обиды. Это что-то, связанное с углом? Нет, это с пожеланием. То есть, надо бежонку. Теперь мы попросим рассказать Тамару о боксе. Как вы сможете делать? Все, не надо. Спасибо. Класс. Даже рассказывайте чуть-чуть. Для того, чтобы проверить левое-правое повышария, как реагируют, мы даем руку два электрот и переключаем петро на твою руку. Так, здесь у нас эмоциональный образ, а то есть нелогический. Чем это хорошо? Вот когда вы задаете вопрос, допустим, спортсмену, расскажи о соревновании, и он держит две. Он говорит, ну, выхожу там, Марину, и вы видите, одна пойдет в красную, а другая в синюю. Вы можете говорить о том, что эмоциональная проблема у него. Либо, можно сказать, что он что-то не понимает. Вы можете четко вычленять область проблемы тут же. Потому что если рассказывать о какой-то схеме, как проходит, это схема, это план. А если он описывает какой-то образ на соревновании, ну, там, сетку, соперника своим, то это он видит какие-то образы, или реакции по этому. Соперники. Эмоциональные. Мы можем проводить также диагностику и двоих. Ну, допустим, вот у нас есть тренер и спортсмен. Мы их посадили. И мы просим рассказать Татьяну про соревнования. Не слышно. Очень понравилось. Громче, Татьяна. Мне было интересно на соревнованиях по прыжкову. В снимании прошли реакции, да? На один стимул какой-то были разные реакции. И таким образом выложите, как специалист, как тренер, подбирая пару. Посадили два спортсмена, посмотрели. Один рассказывает, как проходит движение, там, прыжок в воду. А вы смотрите, как я делаю. У них синхронность есть, да? Реакция. Раз у одного пошло, а у другого нет. Вот здесь будет у них проблема. Сбой. Здесь будет сбой синхронности. То есть вы можете четко определять, какие ситуации, где у кого будет, где они начнут согласованно работать. Вы знаете, что человек говорит, а они сидят. И вот это понимание, вот это понималка, буквально симметричная. Что вы дойте, что вы прибойте. Они вас правильно. То есть адекватно. Данная модификация, она самая усложненная. Еще есть работа, к ней приложение, еще один электрод, просто подключается, получается два электрода, еще дополнительный прибор через интернет. Данная модификация стоит 143 500. Без обучения. Можно сказать, что такое интернете? Это значит, вы находитесь здесь в Тольятти, спортсмены находятся в любой точке мира, он может взять электрод в руку, и вы здесь сидя, увидите, продиагностируете, сделаете ему коррекцию, то есть, и... Катрия, спасибо. Вы можете полностью контролировать вот на другую точку мира. То есть с собой... Дистанционная, как говорится, контроль. Да, он без... Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,